Всем привет, дорогие друзья! Рейсплейс на связи, и сегодня мы вам расскажем про одну из самых престижных гонок на выносливость 24 часа Лиман. Присаживайтесь поудобнее, наливайте ваш любимый напиток, ну что будет очень интересно. С вами проект Тиберспорт на телеканале Елерна. Сегодняшнее повествование хотелось бы начать с того, чтобы развеять некоторые мифы и легенды. Как вы знаете, есть гонка Лиман с 24, и многие думают, что так называется трасса. На самом деле нет. Лиман – это название населенного пункта, который находится во Франции, и вокруг этого населенного пункта, собственно, построена трасса, на которой проходит соревнования на Лиман с 24 часа. Трасса сама называется Деля Сарте. Ее общая протяженность 13,6 километров, и особенность данного трека в том, что 9 километров из всей дистанции – это дороги общего пользования, по которым ежедневно курсируют автомобили, ездят жители самого Лимана. И также сама вот эта трасса, она объединяет, по сути, еще два населенных пункта – это Мульсан и Арнаш. Собственно, на самой трассе есть повороты, которые названы в честь данных населенных пунктов. Первую гонку провели в 1923 году. Соответственно, в 2023 само соревнование Лиман с 24 часа отмечало свое столетие. Тем самым это одна из самых-самых старых гоночных серий, одна из самых старых гонок в принципе. Потому что если, допустим, взять ту же Формулу-1, ее официальная история начинается с 1950-х годов. То есть Лиман с 24 часа старее, чем та самая королева гонок. Еще одно достаточно распространенное заблуждение. Да, гонка называется Лиман с 24 часа. Машины ездят, то есть участвуют в этой гонке, 24 часа. И нет, это не один пилот на машине едет 24 часа. Там три пилота. У каждого пилота есть свои так называемые стинты, то есть это смены. Также немногие знают вообще о том, какая, собственно, цель в этой гонке. То есть есть 24 часа и что нужно приехать первым за 24 часа. Это не совсем так. На самом деле главная задача каждого из экипажей – это преодолеть самую большую дистанцию за эти 24 часа. Гонка 24 часа Лиман с, она входит в состав гоночной серии на выносливость, которая называется World Endurance Championship или сокращенно WAC. То есть 24 часа Лиман – это один из этапов конкретно данного чемпионата. Помимо Лиман с, там еще есть 8 этапов, то есть, соответственно, 7 различных трасс. И в данной гоночной серии WAC у нас участвуют три класса автомобилей. Это класс гиперкары, класс LMP2 и наиболее сейчас популярный класс, который набирает прям достаточно много участников – это класс GT3. И один из самых популярных на данный момент классов – это класс GT3. Как вы видите, автомобили достаточно разительно отличаются в плане аэродинамики, потому что автомобили класса гиперкар – это практически болиды Формулы 1 только с кузовом. А GT3 – это уже более приближенные автомобили к своим реальным существующим аналогам. Кстати говоря, сами гиперкары разделяются на еще два подкласса. Есть класс LMH. Один из ярких предсетелей этого класса – это болид от компании Ferrari. И LMDH. Здесь как раз-таки мы можем наблюдать прекрасный автомобиль от Porsche. Разница между этими классами заключается в том, что LMH изначально создавалась именно для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Соответственно, это WAC. Еще одной отличительной чертой именно класса LMH является то, что производители вправе устанавливать силовые установки как гибридного типа, так и традиционные атмосферные, либо просто турбовые. В то же время класс LMDH отличается тем, что, во-первых, у производителей на выбор есть два шасси, которые именно разрабатываются отдельными компаниями. Плюс ко всему, они в обязательном порядке должны использовать только гибридные установки. То есть там должен быть бензиновый турбовый двигатель и плюс ко всему электродвигатель. Но несмотря на эти отличия, как показала практика, у LMH и у LMDH есть равные шансы на победу в одном классе. Поэтому в рамках чемпионата WAC они все едут в одном классе Hypercars. Ну что же, теперь давайте уже выберем, наконец-то, один из автомобилей. Лично мне понравился болид от компании Lamborghini, который краски должен дебютировать в этом году. Так как мы сейчас поедем на гоночном болиде, поэтому вместо обычного круглого руля мы будем использовать штурвалы. Это гоночный штурвал. У нас, кстати говоря, есть разные виды этих штурвалов для разных производителей баз. То есть можно выбрать, какой вам больше нравится. Они отличаются весом и органами управления. Но в целом главная задача штурвала именно как раз таки в том, чтобы дать максимальный комфорт пилоту, дабы все органы управления были у него под рукой. А это очень важно, потому что, как видите, все эти кнопочки, они не просто так здесь находятся. Все эти крутилки и прочее, все это пилоты используют во время заезда для переключения. Допустим, у двигателя есть несколько карт работы. То есть, соответственно, есть экономическая карта, то есть, чтобы экономить топливо, есть максимальная атака. То есть максимальный расход топлива, но при этом максимальная мощность доступна. Также на каждую крутилку можно настроить АБС, то есть насколько сильно будет работать АБС, смещение баланса тормозов перед-зад, ну и, конечно же, трекшн-контроль. Соответственно, вы можете все эти функции назначить на любую из этих клавиш. Ко всему прочему, конечно, у вас еще можно назначить это все на эти крутилки, плюс есть связь с пилотами, с командой конкретно пилотов, потому что когда мы ездим, допустим, в чемпионаты, то есть есть прям полноценные киберспортивные соревнования, где вы 12 часов, настоящие 12 часов, вы участвуете в гонке. У нас пилоты часто принимают участие в таких соревнованиях, и как раз-таки для того, чтобы другие пилоты помогали основному человеку, который сейчас едет именно в стенте, у него есть возможность именно, допустим, назначить на одну из кнопок связь с командой. Также можно назначить на одну из кнопок смену пилота. Соответственно, когда пилот заезжает в пит-стоп, он нажимает на эту кнопку, дабы поменяться местами. И человек, грубо говоря, сидит у себя дома, принимает пилотирование, именно принимает руль автомобиля, и дальше уже едет свой стинт. Победителем в гонке 24 часа Лиман становится экипаж, который преодолел самую большую дистанцию. И на данный момент, сколько я помню, рекордом является 5400 с лишним километров за 24 часа. Итак, перед началом гонки мы, как правило, настраиваем филд оф ю. То есть каждый тут настраивает, как ему удобно. Кто-то любит ездить непосредственно из салона, кто-то от третьего лица, максимально осуждаю. Я лично стараюсь ездить либо от капота, либо из салона. А от капота ехать, конечно, удобнее именно в рамках гиперкаров, потому что из салона я обычно еду в VR. Но если мы едем на мониторе, то лучше, конечно, использовать именно такой вид, потому что здесь угол обзора выше. Кстати говоря, все гиперкары, они все заднеприводные, поэтому они все требуют особого внимания именно к работе с газом, с педалью газа. Собственно, здесь у нас начинается боевой круг. И вот эта часть трека – это именно непосредственно автодром, который находится также вблизи Лимана, на котором проводятся локальные национальные чемпионаты. Ну а сейчас мы потихоньку приближаемся к одной из самых знаменитых прямых участков данной трассы – это прямая Мульсан. Кстати говоря, в 80-х годах на этой трассе был побит рекорд мира в плане скорости – это 405 км в час. Но организаторы посчитали, что это достаточно опасно, и для безопасности пилотов они приняли решение ограничить данную скорость, установив вот такие вот шиканы. То есть раньше здесь была просто прямая, ты просто прямо проезжал, теперь ты вынужден здесь сбрасывать скорость, и на протяжении всей прямой у вас есть две такие шиканы. Гиперкары на данном участке трассы развивают скорость вплоть до 345 и даже 350 км в час в случае с липстрима, если перед ними идет другая машина, за которой можно пристроиться, дабы разогнать свой автомобиль, потому что когда ты едешь один, есть лобовое сопротивление именно воздуха, автомобиле приходится разрывать пространство, скажем так, а когда ты едешь за таким автомобилем, позади него находится зона разряженного воздуха, и, соответственно, ты можешь развить там большую скорость ввиду того, что у тебя не такое лобовое сопротивление. Как вы наверняка заметили, я переключаю передачи с помощью подрулевых лепестков, с правой стороны у меня лепесток, который отвечает за переключение передач вперед, а слева передачи назад. Одна из первых вещей, которым я учу своих учеников, это траектория. Как вы видите, сейчас передо мной есть зеленая линия, это так называемый racing line. В рамках, конечно, симулятора это максимально усредненная такая вещь, которая примерно показывает, как надо ехать по треку, то есть это не самая быстрая траектория, но это оптимальная траектория. И как только она становится красной, это нам сигнализирует о том, что начинается зона торможения, нам нужно тормозить. Когда вы видите красное, надо тормозить в пол, но если вы проходите поворот, вы должны отпустить тормоз. Есть, конечно, такой классный прием торможения, который используют абсолютно все топовые пилоты, это так называемый trail braking, это когда у вас торможение разделяется, по сути, на две фазы. То есть первая фаза, это когда вы подходите к повороту, вы нажимаете тормоз в пол, потом, когда подходите уже непосредственно к входу поворот, вы приотпускаете тормоз, загружая переднюю ось автомобиля, но при этом не перегружая переднюю шины, и это вам позволяет максимально эффективно пройти поворот. То есть вы можете поздно тормозить и при этом не терять зацеп в самом повороте. Что касается затычных поворотов, здесь очень важно дождаться выхода из поворота, и только на выходе из поворота мы открываем газ на полную, потому что очень часто ребята только руль повернули, сразу нажимают газ в пол, машину выносит наружу или просто разворачивает, так делать нельзя. Соответственно, нужно подождать, нужно дать машине закатиться в поворот, и только на выходе мы плавно открываем газ, особенно если это очень мощная заднеприводная машина, здесь с газом нужно максимально аккуратно работать. Еще хотел бы обратить ваше внимание на индикатор шин, который у нас в левой части экрана расположен. Так как кассета Corsa является уже более серьезным симулятором, соответственно, здесь учтены такие факторы, как нагрев, перегрев шины, давление в шинах. Здесь у вас есть выбор, то есть либо вы можете ехать агрессивно и показывать отличные времена, но при этом вы будете тратить очень сильно именно саму резину, либо вы можете ехать экономично, переключив, допустим, как раз таки топливную карту двигателя на максимальную экономию, и максимально плавно проходить повороты для того, чтобы сберечь шины, потому что если вам придется заехать на питстоп, питстоп не вовремя, не запланированно, то вы потеряете достаточно много времени в отношении именно своих соперников. Ну что ж, я думаю, мы уже достаточно покатались, ознакомились с трассой, и теперь можно будет прокатиться уже непосредственно с самими соперниками. Ну что ж, давайте сейчас пройдем некоторую симуляцию гонки. Сейчас у нас, конечно, будет гонка против ботов, не против реальных людей, но у нас скоро, кстати говоря, стартует чемпионат именно на гиперкарах. Еще один важный атрибут, кстати говоря, в симрейсинге – это радар, по которому мы можем судить, где сейчас расположены пилоты, то есть ваши соперники. Оп-оп, чуть-чуть задели. Когда вы только выезжаете на трек, резина еще холодная, то есть первое время держака может быть меньше, потом она разогревается и становится лучше. Обратите внимание, сейчас мы бок о бок едем с пилотом, и так как он находится рядом со мной, то есть уже в базе, то я обязан оставить ему место для маневра, то есть я не должен его, вот как он сейчас сделал, он мне должен был место оставить для того, чтобы мы вместе должны были пройти поворот, но агрессивный оказался бот, не оставил, потому что, согласно этикету гоночному, то есть если перед поворотом автомобиль, на болид соперника поравнялся с тобой, то есть въехал в базу, то вы обязаны вместе пройти поворот, то есть вы обязаны ему оставить место. Так, вот сейчас мы как раз-таки можем зацепиться с лип-стрим, оп, начинаем обгонять. Для того, чтобы эффективнее догнать пилота, впереди идущего, можно встать прямо ему хвост, для того, чтобы именно поймать его с лип-стрим, и максимально эффективно ускориться на прямых участках. Обратите внимание, что у нас на каждой прямой мы достаточно быстро достигаем скорости в 300 км в час. Не представляю, конечно, какие-то там перегрузки в реальной жизни на таких скоростях, потому что при том, что мы тормозим с 300 с лишним километров в час практически в ноль. В левом верхнем углу вы также можете заметить, что у нас есть так называемый стендинг, то есть это отображение позиции и также времени отставания. Какие агрессивные сегодня боты, а? Он все испачкал из-за него резину. Потому что здесь это тоже работает, если вы выезжаете за пределы трассы, в песочную ловушку, то какое-то время колеса у вас как раз-таки в этой грязи. То есть вы это можете даже, кстати говоря, услышать, как камушки именно бьются об арке болида. Так как это гонка на выносливость, то есть здесь у вас не 5, не 7, не 10 кругов, то есть вы здесь можете ехать 2-3 часа. Соответственно, лезть на рожон постоянно с первых же поворотах это тоже очень распространенная ошибка новичков. В этом нет никакой необходимости, потому что во время гонки очень много всего может произойти. Люди редко... Редко какой пилот может на самом деле 3 часа ехать стабильно, нигде не вылетая, не допуская ошибок. Так что... Проще просто подождать, пока соперник сам ошибется. А ты тем временем можешь сэкономить топливо. Один из способов экономии топлива, помимо переключения топливной карты, это просто тупо не докручивать мотор в отсечку. Сейчас у нас, конечно, седьмая передача на прямой, мы уже 320 плюс едем. Вот, допустим, вот здесь вот можно не докручивать до конца передачу, процентов на 60 ее крутить, именно мотор. И это позволит достаточно сильно сэкономить топливо. Вот мы лучше вышли из поворота, за счет этого мы начали догонять соперника на прямом участке. Вот он нам оставил место, спасибо. Вот сейчас обгон прошел правильно, то есть соперник увидел, что мы заехали в базу и уступил нам место. Есть, конечно, нюанс в том, что есть такой термин, как dive-бомб, это когда соперник просто на торможении залетает вам в базу и по сути просто тормозит об вас, об ваш болид. Обычно это судьями расценивается как достаточно грубое нарушение, и за это отнимаются очки. Либо начисляется штрафное время. Вот интересный болид от компании Peugeot. Всегда интерес так выделяется на фоне всех остальных. В плане поведения, кстати говоря, он тоже отличается. Все, в принципе, болиды, они все отличаются. у них у всех разный звук, разная физика поведения, разный характер ускорения. есть гонки моно-класс, то есть когда только гиперкары на трассе, но реальный WAC, то есть реальные соревнования именно на выносливость, это мультикласс. Соответственно, помимо гиперкаров у них участвуют все остальные классы LMP2 и GT3. Собственно, сейчас как раз-таки у нас именно такая гонка. То есть впереди у нас едут автомобиль GT3 от Mercedes, а далее у нас идут уже гиперкары. Они едут в одной гонке, они едут на одной трассе, но их результат считается отдельно. То есть класс GT3 и класс гиперкар, то есть у них по сути своя гонка. Соответственно, машины GT3 не соревнуются с гиперкарами, то есть они соревнуются только именно с машинами своего класса. Итак, мы в слепстриме и в последний момент выходим из-под слепстрима и начинаем обгон. В этот момент, конечно, соперник может тоже встать слепстрим за нами. То есть здесь тоже нужно подгадать время, чтобы он не успел нас обогнать перед поворотом. Потому что слепстрим это не только наша фишка. все соперники знают о таком явлении. Впереди у нас четвертое и третье место. Наконец, мы их опять догнали. еще одна распространенная ошибка, которую допускают даже опытные пилоты по сей день, это повторение ошибок своего соперника, когда ты концентрируешься не на том, чтобы правильно проехать поворот, а просто смотришь за соперником и пытаешься повторить его действия. При этом совершая те же ошибки. Но это все приходит с опытом. так, едем против болида BMW. Достаточно хороший болид получился в этом сезоне. Он дебютирует в LMDH. в ... Давай, слепстрим. Давай, 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 оп! Многие думают, что это достаточно легко ехать, но что тут, казалось бы, рулем просто крутишь и так далее. А по факту я уже, если честно, вспотел, у меня уже руки вспотели, потому что обычно я обратную связь достаточно высокую именно уровень ставлю. Соответственно, все неровности, поребрики, трассы, я это все чувствую, я держу машину. Интересный факт, что пилоты Формулы-1 нынешнего сезона практически все, они все тренируются дома, у них у всех есть вот подобного рода риги. даже тот же Макс Верстаппин в одном из своих интервью сказал, что как бы, ну, Формула-1 это все прикольно, прикольно, конечно, но гиперкары и GT3 интересны тем, что здесь более жесткая и более интенсивная борьба идет, особенно, когда ты едешь бок о бок именно со своим соперником, то есть в Формуле-1, из-за того, что там Open Wheels, соответственно, любой контакт колесами может привести к аварии, то в случае с гиперкарами и с GT3 машинами, кузовными чемпионатами, то есть это не так опасно. Так, сейчас мы едем на третьем месте, наконец-то мы догнали наших лидеров, первое, второе место, которые ведут тоже борьбу друг с другом, и пока они борются, у нас, как раз-таки, был шанс их догнать. Так, болид Феррари мы прошли, но, смотри, он не сдается. Ага, это у нас Porsche. Феррари против Porsche. Сейчас это уже, можно сказать, классическое противостояние в Лимане. Между прочим, Porsche, сколько я помню, 8 лет подряд забирали титул в Лимане. Вообще, не в Лимане, а в целом в гонках на выносливость. В этот раз у них тоже хороший болид получился. ПОТОКТИКИИ и Обошли. 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 Обошли.